Работа в условиях нулевой видимости, спасение пострадавших, тушение пожаров и это лишь часть того, что делают пожарные. И сегодня у журналистов будет возможность прочувствовать все это и пройти некоторые испытания, приближенные к пожарным будням. В дым и огонь сегодня идут журналисты. Представители семи СМИ разбили на две команды. И на первом же испытании в прямом смысле задымили в условиях практически нулевой видимости. По правой. Идем по правой руке. Даня. Данил. По правой. То есть держимся правой стены. А нахуй. И если мы, журналисты, сегодня хоть что-то видим, потому что дым все-таки бутафорский, ненастоящий, то обычно пожарные не видят ничего. В реальности дымит по-черному, искать пострадавших приходится в буквальном смысле на ощупь. А для работников СМИ здесь в первую очередь проверка на страхи и психологическую прочность. Мало того, что плохо видишь и тяжело в боевой одежде, еще и слышишь истошные крики пострадавших. Инсценировку сделали впечатляющую. Тут главное не растеряться, не поддаться панике и держаться впереди стоящего в звене. Наконец-то выходим на свежий воздух и еще одно испытание – огненная полоса препятствий. Подняться по лестнице, проползти на четвереньках, пройти по подвесному мосту и путанку – задача непростая. Хотя то, что нам, журналистам, кажется таким труднопроходимым, пожарные делают легко после регулярных тренировок с заклеенными масками. И самое главное – мгновенно анализируют ситуацию. Пожарный должен быть в первую очередь умным. То есть не тупо бросаться куда-то, побежал и так далее. Он должен думать своей головой, он должен смотреть на 360 градусов, он должен прогнозировать ситуацию. Когда мы проводим занятия с нашими пожарными, мы заклеиваем малярным скотчем маски, то есть мы создаем условия нулевой видимости, и они учатся ориентироваться именно в незнакомой местности без каких-либо визуальных ощущений. А нас, представители СМИ, после испытания ждет приятная часть – посвящение в пожарные. Есть такая традиция – после первого пожара облить водой из рукава. И потом награждения и подарки опобедили, кстати, обе команды. Эмоций много, впечатлений много и мокрые после первого пожара, но довольные журналисты. Самое сложное было последнее, где мы зашли в задымленный подвал. Там мы шли на ощупь, и все там потерялись, но все-таки смогли сориентироваться и вернуться в строй, и закончить прохождение. А самое интересное было, как нас облили в конце из рукава. Марина Орлова, Юрий Лешко, Первый, Ростовский.